Европейское кафе 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 Если вы помните, если вы знаете, то в начале 90-х в белорусской историографии тема 30-х была одной из топовых тем. Но чуть позже, так сказать, многие историки или не интересовались этим периодом, или писали об этом на определенном ключе. И, конечно, у нас не хватает достаточно литературы, посвященной повседневности, посвященной тому, что было именно с обществом, с различными его группами и так далее. Я думаю, что сегодняшняя лекция теоретически, методологически, в общем-то, тоже поможет нам узнать больше в целом и о белорусском обществе. Я предоставляю слово Николе Альберту. Спасибо. Спасибо, Алексей. Надеюсь, да, микрофон работает, да, вы слышны, да. Хочу вас поблагодарить за приглашение выступить в Минске. Я бы сказал, почти в моем родном Минске, раз я все-таки здесь прожил два года, было очень давно. Я преподавал французский язык в Яньязе в 1975-1977 годах. И после 36-летнего перерыва мне посчастливилось в этом году дважды быть в Минске в апреле по приглашению французского фасольства с лекциями в БГУ. И сегодня, благодаря вам. Вот, значит, тему, которую я хотел бы развить, это тема, вопрос сопротивления, неповиновения общества в Сталинском СССР. Это одна из тем, которые я развиваю в своих книгах. Я постараюсь говорить не больше 50-55 минут, чтобы было время для дискуссии, потому что для меня, конечно, самое интересное не то, что я буду говорить, а именно дискуссии с белорусскими, я бы не сказал товарищами, но с белорусской публикой. В области истории сталинизма растущее внимание к социальной истории вызвало появление в последние 10 лет ряда исследований форм социального неподчинения, оппозиции, пассивного или активного сопротивления режиму, стратегии выживания, самостоятельности общественного мнения, проникновения в официальную идеологию и ценности целого ряда субкультур. Историки, работающие над этими вопросами, в основном взяли на вооружение формы анализа, предложенные историографией нацизма, особенно разграничение между Видерштанд, радикальное решительное сопротивление режиму и резистенс, любое поведение, в котором проявляется отторжение режима. Многие концепции, использовавшие историками Альтакс Гешишта, история повседневности, также оказались очень плодотворными в плане изучения того, что после Альфа-Лютке немецкие историки общества называют «Eigenssinn» — забронированной областью, личным пространством, в котором в повседневной жизни проявляются многочисленные формы неподчинения, недовольства, ухода, но также и восприятия определенных ценностей режима. Изучение с различных точек зрения стратегии микросопротивления этого «оружья слабых», описанного, правда, в другом контексте Джеймсом Скоттом, выявляет сложную диалектику присоединения к большинству и отказа, согласия, недовольствия, приспособления и пассивного сопротивления, но также и механизмы интериоризации принуждения. Изучение такого рода сопротивления и неподчинения, конечно, сталкивается со многочисленными методологическими проблемами. Первое связано, естественно, с источниками. Очень мало источников, что относятся непосредственно к действующим лицам. Да, есть, конечно, петиции, жалобы, требования в обилии, направляющие властям, так называемые «письма во власть». В России вышли несколько очень интересных сборников, именно называющих «письма во власть» в издательстве «Роспен». Но эти документы часто говорят не столько о собственных формах недовольствия и протеста, сколько о стратегиях связи режима с общественностью, когда выражение гражданами своего недовольства в письменной форме считалось непредставляющим опасности, выпуском пара и поощрялось даже временем властями. Историк тем самым, как правило, оказывается в положении шпиона за советскими гражданами, следящего за ними через призму бесчисленных сообщений органов безопасности, военной администрации, различных эшелонов партийной и государственной бюрократии, касающихся общественных настроений, политической ситуации в стране, проявления антисоветских настроений и так далее. Характер этих документов требует большой осторожности в работе с ними, критического анализа и сопоставления с другими источниками. Из многочисленных трудностей интерпретации в первую очередь упомяну классические проблемы для этого типа документов. При анализе сообщения или сводке необходимо уметь выявлять требования заказчика, объяснительной схемы, категории и типологии, которыми пользуются составители. Историк, естественно, должен остерегаться того, чтобы интерпретировать, как это делали составители сводок, любое социальное поведение в исключительно политических категориях, видеть политические мотивы в любом поступке, в котором проявляется отторжение режима, или же, напротив, делать выводы о некоем консенсусе на основе внешнего отсутствия оппозиции. Сопротивление, как мы знаем, это спутник власти. Чем более тотальным становится господство, чем больше желания осуществлять контроль над самыми разнообразными сферами общественной и экономической жизни, тем сильнее сопротивление. Причем сама власть все чаще квалифицирует обычное социальное поведение, как отклонение от нормы, проявление оппозиции или сопротивления. В этом контексте часто трудно проследить, где пролетает водораздел между намерениями индивидов, степенью осознанности, с которой они совершали деяния, считающиеся отклонением от существенных норм и политизацией их поведения режима. Вторая трудность – это, конечно, подвести количественный баланс. По многим выраженным формам сопротивления, таким как, например, крестьянские восстания, массовые выступления, беспорядки, связанные с коллективизацией и раскулачиванием, централизованная статистика ГПУ дает достаточно надежную информацию. Намного сложнее интерпретировать, например, данные о количестве приговоров за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду. Оторажает ли серьезные колебания в количестве приговоров степень недовольства или же уровень репрессии, криминализирующий общественное мнение? Равным образом, отражал ли, например, лавинообразный рост числа в сообщениях о враждебных комментариях в рабочей среде указов от июня 1940 года, которые сурово карали прогулы, опоздания на работу, брак, самовольный уход с предприятий, только подъем в протестных настроениях в рабочей массе? Не отвечал ли он также желанию власти ежедневно быть в курсе реакции рабочего мира на эти крайне непопулярные меры, направленные в том числе на то, чтобы опробовать масштабы принуждению по отношению к части трудящихся накануне войны? Третья трудность. Как создать удовлетворительную типологию сопротивлений? Сначала необходимо задаться вопросом о значении этих таких разнообразных форм оппозиции, социального неподчинения, несогласия в данном контексте. Не включать сюда все то, что не относится к искреннему восхищению режима. Не устанавливать непроходимых барьеров между различными уровнями, зная, что границы между ними размыты и непостоянные. Пассивное несогласие может вылиться в протест, но между ним и полным отрицанием режима, чреватым большим риском, как правило, количественный скачок, который готовы сделать немногие. Таким образом, одна из основных трудностей в определении сопротивления в том виде, в каком оно присутствует, в историографии нацизма, например, это именно постараться выделить разные уровни или круга сопротивления. Я выделил в своих книгах четыре круга сопротивления в Сталинском СССР. Первое – это такое активное сопротивление, которое можно определить как участие в более-менее организованных, коллективных действиях, выражающих полное отторжение советской системы или, по крайней мере, основной составляющей политики режима. В зависимости от контекста и масштаба, крестьянские восстания, мятежи и массовые выступления против коллективизации, сопротивление советизации на Украине и в Прибалтике во второй половине 40-х годов, восстания, организовавшие подпольными группами украинских или прибалтийских националистов в лагерях ГУАГа в начале 50-х, могут быть квалифицированы как сопротивление. Второй круг – это, я так называю, социальное неподчинение, объединяющее широкую палитру действий и моделей поведения, являвшиеся формой неподчинения и отклонения от официальных законов и ценностей или же отказ от сотрудничества, как правило, индивидуальной или реже ограниченной группой лиц. Оно отражало, если не открытую политическую оппозицию, то, по крайней мере, часто неуловимую форму, что делало еще опаснее для властей антисоветского или так называемого мелкобуржуазного коллективного сознания. Однако чаще всего различные формы социального неподчинения не подразумевали полного отрицания политической системы и общественного порядка. Они скорее являлись проявлениями стратегии ухода от контроля, от ограничений и запретов, установленных режимом в самых разнообразных сферах экономической и общественной жизни. Если чаще они свидетельствовали о борьбе за выживание в условиях крайней нужды, неурожая и даже голода. Итак, растаскивание колхозного имущества, незаконный захват земель, мелкие кражи и растраты, мелкая спекуляция, вызванная экономикой дефицита, систематически криминализовавшиеся властью, представляли собой основную причину отправления людей в лагеря ГУЛАГа. Отказ от сотрудничества являлся другим важным аспектом социального неподчинения, находившееся на стыке неповиновения и несогласия. Среди наиболее частых форм, упомяну, в колхозах, например, массовые отказы выходить на работу, сеть, ремонтировать сельскохозяйственную технику, невыполнение плана обязательных поставок и на приприятие массовой прогулы, брак на производстве, текучку. Среди наиболее существенных отказов от сотрудничества и труднее всего поддающейся интерпретации, нежелание или даже отказ, всегда личный, но иногда широко распространенный, некоторых советских работников, председателей колхозов или директора предприятия, судьи, прокуроры, выполнять директивы или законы. Что стояло за этим явлением? Непонятно. Некомпетентность, недисциплинированность, незнание того точно, что от них ждали наверху, или сознательный отказ осуществлять мероприятия, которые эти руководители осуждали, и солидарности с простым народом, выходцами из которого они сами часто были. Третий круг – это, что я называю, несогласие или расхождение во взглядах, которое можно определить как любую форму оппозиционных и нонконформистских настроений, выражающую в психийной форме критику по отношению к тому или иному аспекту режима и его политики. Несогласие демонстрирует границы контроля официальной идеологии и пропаганды над обществом, сохранение альтернативных каналов информации, степень самостоятельности общественного мнения. Тем не менее, оно точно не подразумевает ни отрицание системы, ни даже переходом к актам неподчинения. Несогласие, недовольство, какими бы сильными они не были, прекрасно могут сосуществовать у одного и того же человека в других обстоятельствах с политическим конформизмом. Но так как это несогласие то терпит, то подавляет, в зависимости от политической конъюнктуры, дает такую информацию о пороге терпимости по отношению к мнениям, не совпадающим с официальной идеологией, принятой сталинским режимом. И четвертый круг формы неподчинения, несогласия, он еще более разменный. Это круг общественного сопротивления включает в себя все то, что прежде всего относится к непроницаемости культур, традиций, образа жизни, моделей социального и демографического поведения, укоренившейся давной и глубоко чувством формам, ценностям и идеологии режима. Здесь мы имеем дело с сопротивлением, которое выражалось скорее в модели ухода или взаимного игнорирования, нежели в модели отрицания или конфликта. Речь может идти о таких разнообразных явлениях, как сохранение религиозных праздников в атеистическом государстве, сохранение в деревнях прежней традиции самосуда, укоренение раскольнических общин или сохранение разнообразных и разнородных семейно-демографических моделей, сопротивляющихся попыткам принести все к единому знаменателю, направленному на сознание нового человека. Обилие новой документации по советскому обществу присталинизмам обнаруживает на самом деле довольно высокий уровень социального беспорядка, сохранение многокисленных разнообразных форм общественно-политического сопротивления, существование на протяжении всего сталинского периода серьезных трений между режимом, который пытался распространить свой контроль на все большее количество сфер общественной жизни и обществом, которое противоставляло этому бесконечную гамму способов сопротивления, неподчинения, несогласия, чаще всего пассивных, опробовало различные стратегии убода или выживания. После этих замечаний довольно общего плана я хотел бы сейчас перейти к более конкретным примерам и попытаться доказать на примере послевоенных лет, как сохранилось и проявлялись крайне разнообразные формы общественного сопротивления. Почему я выбрал послевоенные годы? Мне кажется, что этот выбор уместен по двум причинам. С одной стороны, потому что они гораздо менее изучены, чем 30-е годы. С другой, в первую очередь, потому что они представляют собой годы, когда контроль, казалось бы, сталинского государства над обществом был наиболее всеобъемлющим, наиболее эффективным, наиболее близким, наконец, реализованной тоталитарной модели. Это время, когда торжество Ждановщина, крайнее выражение идеологического контроля над настроениями общества в условиях напряженной международной обстановки времен начала Холодной войны. В эти годы сталинскому режиму приходилось противостоять на западных окраинах окраинах СССР активнейшему сопротивлению, с которым он никогда не сталкивался ранее, сопротивлению подчиненному четкой цели изгнать советского оккупанта. Эта история, долгое время остававшаяся белым пятном, начала получать известность в последние десятилетия с развитием после распада СССР национальной историографии, особенно украинской и прибалтийской. Историография с тенденцией к опологизации, к расслаблению героев антисоветского сопротивления и к замалчиванию в целом других аспектов интегрального национализма, исповедовавшего соединениями участников национальных движений. В особенности двухсмысленности взаимоотношений этих сформирований во время Второй мировой войны с нацистским оккупантом, не говоря уж об их иногда очень активном участии в истреблении евреев и в кампании по этнической чистке, подобно той, что в конце 43-го года УПА, украинская повстанческая армия, провела против польского мирного населения на Волынской и Подольской земле. На этом диком Западе, как иногда в донесениях органов безопасности обозначались территории Западной Украины, Молдавии и Прибалтики, процесс советизации затянулся почти на 7 лет. До начала 50-го года и вызвал вооруженное сопротивление, подавляющееся масштабными репрессиями. В ходе этого бесконечного выхода из войны около миллиона человек из общего населения, 15 миллионов, оказались затронутыми разными репрессивными операциями. Около 220 тысяч были убиты в вооруженных столкновениях, из них 150 тысяч на Западной Украине, около 70 тысяч в Прибалтике. 250 тысяч были арестованы и осуждены в упрощенном порядке за контрреволюционную деятельность. Около 430 тысяч были депортированы в качестве так называемых буржуазных националистов и членов их семьи. Размах движения сопротивления в этих регионах был связан с тем, конечно, что новый режим воспринимался там большей частью населения как режим оккупационный, который к тому же пытался навязать крайне непопулярные структурные реформы, как и коллективизации земельных участков. Наиболее сильное вооруженное сопротивление советизации имело место на Западной Украине, где со времен первой советской оккупации, сентябрь-49 июнь 1941 года, существовала мощная подпольная вооруженная организация ОУН, организация украинских националистов, которая пополняла свои ряды из крестьян, враждебно настроенных коллективизацией. В июле 1944 года, когда Красная Армия вошла в Западную Украину, ОУН учредил Украинскую Главную Возвольную Раду. ОУН и ее вооруженное крыло УПА почти 10 лет вели партизанскую войну против особых частей МВД, пользовавшими в мрачной репутации истребительными отрядами отдела по борьбе с бандитизмом. В ходе двух самых ожесточенных лет, 1945 и 1946 год, этой грязной усмирительной войны более 72 тысячи украинских и прибалтийских партизан были убиты, 102 тысячи взятых в плен. Кроме того, в ходе вооруженного столкновения или сведения счетов были убиты 16 тысяч гражданских лиц. До начала 1947 года отрядами ОУН УПА, которых поддерживало крестьянство, не принимавшее коллективизацию, удавалось контролировать часть сельской губинки в некоторых приграничных районах Западной Украины. Силы УПА действовали в границах Польши и Чехословакии, переходя из страны в страну, чтобы избежать встречи с советскими грудными войсками. И чтобы лишить мятеж его польских баз, польское правительство по требованию советских властей переместило все украинское население, проживавшее на юго-востоке Польши, несколько сотен тысяч человек, на северо-запад страны, так называемая операция ВИСФА. Одновременно особые части МВД начали масштабную операцию по депортации в Сибирь, так называемых членов семей бандитов и их подсобников. В октябре 1947 года в течение 48 часов более 77 тысяч подозрительных элементов были арестованы и депортираны в административном порядке. В прибалтийских республиках сопротивление советизации не принимало столь организованной формы, как на Западной Украине. Там не было ни одной организации столь же мощной, как ОУН, которой удалось бы надолго объединить многочисленные очаги сопротивления оккупанту, более активные в аграрной католической Литве, чем в более урбанизированных и преимуществах протестантских Латвии или Эстонии. Тем не менее, согласно источникам МВД, в столкновениях советских правоохранительных органов и листовских партизан в 1947-1948 годах погибли более 25 тысяч человек. Чтобы уничтожить эти отряды, которые благодаря поддержке местного населения контролировали глубинку, особенно в Литве, МВД в мае 1948 и феврале-марте 1949 годов организовало две крупные операции под депортацией так называемых семей кулаков, буржуазных националистов и бандитов, около 150 тысяч депортирных всего в трех прибалтийских республик. Продолжением украинского и прибалтийского сопротивления советизации стали действия, о которых мы гораздо больше знаем теперь, подпольных организаций заключенных, создававшиеся в основном украинскими и прибалтийскими националистами, отправленными в ГУАГ. В послевоенные годы они составляли значительную часть, около 40% из приблизительно 600 тысяч политических, отбывающих в лагерях сроки от 10 до 25 лет. Создание в 1948 году особых лагерей для особо опасных политических заключенных избавило националистов от присутствия уголовников. Многие заключенные Асаблагов, бывшие члены ОУН, УПА и других антисоветских партизанских групп, воссоздали свои подпольные структуры. Столкнувшись с такой ситуацией, начальство пенитенциарных учреждений отреагировало организацией массовых перемещений заключенных из лагеря в лагерь, чтобы разорвать контакты пальпольщиков. Чаще всего они добивались лишь того, что рассредотачивали зачинщиков, которым зачастую удавалось воссоздать воинственное настроение организации. В 1948-1953 годах по ГУАГу прокатились десятки голодовок, коллективных побегов, беспорядок и мятежей. Большая часть была организована именно комитетами сопротивления, которые чаще всего возглавляли воинствующие националисты. Украинская и Прибалтийские подпольные организации сыграют ключевую роль в забастовках и мятежах, вспыхнувшись после смерти Сталина и последовавшей за ней амнистией, из которой, как вы знаете, были исключены все политические. Требования, выдвигающиеся этими группами, возглавляющимися украинцами, членами ОУН и ОПА во время восстания в Горлаге в мае 1953-1953 год, в Степлаге в мае-июнь 1954-го и в Речлаге в июле 1954-го года, это было ограничение рабочего дня восьми часами, улучшение условий жизни, пересмотр приговоров, представление привилегированного статуса политзаключенного, были частично удовлетворены в ходе реформ лагерной системы, проведенной в 1954-1955 годах, что красноречиво свидетельствует об извинениях, которые произошли, конечно, после смерти Сталина. Но на самом деле сталинскому режиму и его попытках контролировать общество чаще приходилось, намного чаще, сталкиваться с очень разнообразными формами социального неподчинения, чем с организованными коллективными сопротивлениями, о которых я только что говорил. В послевоенные годы это социальное неподчинение выражалось одновременно и в необычайной изобретательности, позволяющей обходить бесчисленные ограничения и запреты, в первую очередь, в экономической сфере, но также и прежде всего в стратегиях выживания в условиях крайних лишений, ставших следствием частично военных разрушений и частично политики режима. Давайте быстро рассмотрим три массовых формы неподчинения, против которых сталинский режим развернул без большого успеха, кстати, но с большой энергией масштабные репрессии. Это была спекуляция, самовольный уход с предприятия и хищение общественной собственности, как тогда говорилось. Спекуляция. В условиях растущей нищеты и сосуществования различных систем снабжения властям так и не удалось, несмотря на очень жесткая законодательность, уничтожить нелегальные способы производства и товарооборота, так называемые уже артели, за которым скрывались настоящие частные предприятия, использовавшие на дому сотни наемных работников, занимающиеся переработкой сырья, рестораны и другие частные предприятия, замаскированные под столовые или кооперативные магазины, не говоря уж о сотнях тысяч людей, живущих извозом и перепродажей дефицитных товаров, то есть все то, что обозначалось общим термином спекуляция. Во время войны, как мы знаем, режиму пришлось пойти на то, чтобы разрешить колхозникам продавать продукцию со своего участка, позволяя таким образом развиваться в свободному рынку. Временное ослабление экономического контроля способствовало возрождению сословия сельских кустарей, особенно активного в 20-е годы, удовлетворяющих потребность мануфактурной продукции, в то время как армии мешочников, символы времен военного коммунизма, которые, как считалось, давно исчезли, способствовали расцвету черного рынка. С окончанием войны эта параллельная экономика не просто не исчезла, а продолжала процветать, вызывая беспокойство со стороны властей. Расследования, спешно проведенные в 1946-1947 годах Министерством государственного контроля, выявили масштаб явления. Десятки тысяч качей, работающие на дому, на существующей лишь на бумаге кооперативной в Рязанской области, например, тысячи частных кафе и ресторанах, замаскировавшихся под кооперативы, ведущие оживленную деятельность в Средней Азии и в Грузии, но также в Москве, в Ленинграде и в Киеве. Сельские кустари, изготавляющие в Курской области, например, разнообразную продукцию, мыло, корзины, валенки, бочки, одежду для местного рынка. Областная портноменклатура, покупающая себе костюмы в частных подпольных цехах, на которых с тканью, украденной из государственных текстильных предприятий, незаконно работали ткачи-надомники. Столкнувшись этим, многие ответственные работники и Министерства финансов предложили легализовать некоторые виды торговли и кустарной промышленности. После оживленных дебатов, правительство сделало выбор в пользу жестокости и репрессии. Вслед за постановлением Совета Министров СССР 14 апреля 1948 года было закрыто около 15 тысяч частных подпольных предприятий, а около 20 тысяч предпринимателей приговорены к годам лишения свободы в ИТЛ. Среди других формах социального неподчинения, особенно распространенного в первые послевоенные годы, был так называемый самовольный уход с предприятия. После принятия закона от 26 декабря 1941 года рабочие оборонных предприятий, а также железнодорожники, карались с заключением на большие сроки, от 5 до 8 лет, за любой самовольный уход с места работы. В ходе войны более 900 тысяч трудящихся были осуждены по этому закону, тем более непопулярному, что он лишал рабочего его последнего козыря, возможность сменить работу в условиях экономики, постоянно испытывающей нехватку рабочей силы. Сохранение этих драконовских законов после войны вызвало очень сильное недовольство, особенно среди миллионов рабочих, эвакуированных на восток в 1941-1942 годах и вынужденных мириться с тяжелейшими условиями труда и жилищными условиями шахт и предприятий тяжелой промышленности Урала, Сибири и Казахстана. Препятствия, которые чинились рабочим, желавшим вернуться домой, стояли у истоков отказа от работы и даже забастовка, которые вспыхнули летом 1945 года. Это первые движения такого масштаба со времен рабочих волнений 1932 года. Чтобы завершить восстановление стороны и избежать текучки рабочих кадров, которые хотели вздохнуть свободно после стольких лет работы для победы, правительство до мая 1948 года сохранило в силе репрессивное положение закона 26 декабря 1941 года. Министерство трудовых резервов стало прибегать к так называемому оргнобору системе, введенной в 1930-х годах. Нанятые рабочие, в основном, низкоквалифицированные раб силой сельской местности обязывались не разрывать договор в течение пяти лет под угрозой подвергнуться наказанию в качестве дезертиры с трудового фронта 5 до 8 лет ИТЛ. Другим источником рабочей силы была обязательная мобилизация сельской молодежи в возрасте от 14 до 17 лет в школы фабрично-заводского обучения ФЗО. Побед из школы ФЗО карался одним до трех лет колонии. Несмотря на драконовские законы, дезертирство предприятия сохранялось на очень высоком уровне на протяжении всех послевоенных лет. Это массовое бегство рабочих было вызвано чрезвычайно тяжелыми условиями труда, быта и проживания даже для крестьян, которые только что вырвались из нищеты. В 1947 году, несмотря на грозившие им санкции, дезертирировало от 20 до 25% всей рабочей силы шахт и предприятий тяжелой промышленности Кузбасса и Донбасса. Еще более высокой, до 40%, была доля беглецов среди молодых рабочих, попавшихся из школы ФЗО прямо на шахту. Учитывая, что в послевоенные годы в промышленности на стройке было набрано более 10 миллионов человек, количество беглецов можно оценить в несколько миллионов, что красноречиво свидетельствует о масштабах этой формы неподчинения и маргинализации. Еще интереснее тот факт, что лишь небольшая часть таких дезертиров на самом деле подвергалась санкциям. Руководители предприятий не сообщали в органы о самовольных уходах своих рабочих, закрывали глаза на позднее возвращение из отпусков, которое иногда затягивалось на несколько месяцев, выдавали рабочим иногда за взятку справки об уволнении по техническим причинам. Прокуроры, судьи и милиционеры не проявляли никакого усердия к преследованию беглецов. Вернувшись к себе, последние, особенно если они были родом из деревни, пользовались помощью землячеств, в которых руководство колхоза, сельсовета, партийной ячейки играло важную роль. Безусловно, сталинскому режиму приходилось нелегко в борьбе с текучкой рабочей силы исключительно репрессивными методами. Третья форма неповиновения – это хищение так называемого общественного имущества. Оно в еще большей степени, чем бегство, было распространенной массовой реакцией на условия крайней нищеты, созданной режимом, особенно в коллективизированных деревнях, подвергавшейся хищенитетному ограблению со стороны государства. Часто, не получая никакого вознаграждения за работу на общественных полях, колхозники были выжданы утаивать для собственного пользования часть сельскохозяйственной продукции до ее сдачи в государственные заготовительные пункты. Чем выше были планы по заготовкам, чем многочисленные были хищения. В условиях экономико-хронического дефицита хищения на предприятиях или в системе снабжения дефицитных продуктов также были очень распространенным явлением. Хищение, индивидуальное или в составе организованной группы, часто совершалось в сговоре с руководством на местах, председателями колхозов, заведующими магазинами, председателями кооперативов, директорами элеваторов, бригадирами. Это рассматривалось, кстати, режимом как самая коварная форма социального неподчинения, с которой необходимо было безжалостно бороться с помощью сверхрепрессивного законодательства. Напоминаем, что для Сталина хищение общественной собственности было наиболее ярким признаком сохранения, как он называл, индивидуально рваческих привычек, навыков, традиций, расшатывающей основы нового общества. Как мы знаем, Сталин был инициатором закона от 7 августа 1932 года, который карал 10 годами ИТЛ, а в некоторых случаях расстрелом, хищение колхозного и кооперативного имущества. Он принял личное активное участие в написании 15 лет спустя еще в двух указах 4 июня 1947 года, по которым за 6 лет около полутора миллиона человек приговорены были к срокам от 5 до 25 лет ГУАГа. К моменту смерти Сталина половина всех заключенных ГУАГа, то есть 1 250 000 из чуть более 2 500 000 отбывал наказанием именно по этим указам от 4 июня 1947 года. Примечательно, что злодеющие законы 1932 и 1947 годов принимались в моменты общественно-экономического кризиса. Историк соленизма может сегодня оценить степень самостоятельности общественного мнения. Я перехожу к третьей форме несогласия. Форма несогласия, нонконформизма или недовольства, выражавшаяся по отношению к тому или иному аспекту политики режима с помощью целого ряда источников. Это сводки о настроениях среди населения, составляющимся информотделами районных и областных парт организаций и органов безопасности, отчеты почтовой и военной цензуры, анонимные или подписанные письма, рассылавшиеся в большом количестве в различные бюрократические инстанции и руководству страны. Многие недавние исследования, посвященные послевоенному советскому обществу, показали высокий протестный потенциал, выражавшийся в удивительной свободе высказывания, которую позволяли себе в первую очередь, в первые послевоенные годы, ветераны, около 20 миллионов человек. В военные годы были отмечены, особенно на фронте, свободой высказывания, новой манерой общаться и получать информацию, отступлением страха перед доносчиками, достигшего апогею в конце 30-х годов. Да, действительно, Сталин пользовался среди фронтовиков огромным престижем. Война, а главная победа, безусловно, были творцами консенсуса. И культ Сталина, отождествлявшийся с родиной, захватил даже фронтовиков из деревень, в которых ненависть к колхозной системе и местным коммунистическим бюрократам оставалась неизбывной со времени насильственной коллективизацией. В 1945 году режим пользовался гораздо более широкой народной поддержкой, чем до войны. И тем не менее, готово было ли общество принять возвращение к стату ко антебеону? Прошлое не может повториться. Народ пережил слишком много, что-то должно обязательно произойти, писал в День Победы Илья Иренбург в своем дневнике. И действительно, фронтовики, вышедшие из рабочей среды, надеялись, что злодейшие законы 1940-1941 годов, криминализирующие трудовые отношения, будут отменены. Фронтовики представители интеллигенции на то, что сохранится тот уровень свободы мысли, который был достигнут во время войны. Что касается фронтовиков из крестьянства, они рассчитывали, что, наконец, распустят колхозы. Об этом свидетельствует волна слухов лета 1945 года во многих областях Псковской, Пензенской, Воронежской, Курской, Ростовской, отстоящих друг от друга на сотни и даже более чем на тысячу километров, согласно которым колхозы будут ликвидированы. Цитирую. На конференции в Сан-Франциско товарищу Молотову предложили отказаться от большевиков и от колхозов. От колхозов товарищ Молотов отказался, от большевиков не хотел отказаться. Поэтому Америка объявила России войну. Говорили в Воронежской области, в то время, как в Курской демобилизированные крестьяне утверждали, что Жуков якобы обещал добиться от Сталина распуска колхозов в качестве награды за взятие Берлина. Эти слухи свидетельствуют о живучести травмы, нанесенной введением второго крепостного права. Именно так многие крестьяне называли насильственную коллективизацию. Они также говорили о том, насколько хаотичным было восприятие в самых отдаленных деревнях внешнего мира через рассказы демобилизированных и услышанное по радио. Власти были готовы отнести эти слухи за счет иностранного влияния, которым была заражена часть из примерно 13 миллионов советских граждан, 8 миллионов фронтовиков и 5 миллионов гражданских лиц, угнанных на работу в Германию, покинувших СССР впервые в жизни. Как единодушно сообщали все авторы воспоминаний о Великой Отечественной войне и как об этом свидетельствуют письма фронтовиков, перехваченные военной цензурой, открытие солдатами Красной Армии и европейской цивилизации асфальтированных дорог и домов Восточной Пруссии стало настоящим потрясением и головной болью для армейских политоделов. Бесчисленные проблемы, с которыми сталкивались ветераны возвращения гражданской жизни, тем не менее, делали маловероятным явление неодекабризма, которого, как кажется, опасались часть политического руководства. В действительности, чаяния, надежды и беспокойство ветеранов чаще всего сводились к одному простому вопросу, присутствующему в бесчисленных письмах и прошениях, направленных руководителем страны в первые послевоенные годы. Разве мы не завоевали для нас и для наших детей право жить лучше? Этот вопрос стоял у основ того, что для два русских историка назвали синдром украденной победы. Чувство разочарования, испытывавшее в первые послевоенные годы многими слоями советского общества, убежденными в том, что победа, их победа, принесет перемены и обманутыми в своих ожиданиях режимом, который хотел распорядиться своей победой, вернуть общество к работе по восстановлению страны, вернуться к довоенной модели экономического развития, ставившей во главу угла военно-промышленный комплекс за счет потребительских нужд советских граждан. С конца войны мы отмечаем в письмах, прошениях и личных обращениях, можно читать с нескольких сводок, все более настойчивые требования. Жалующиеся считают, что теперь, когда война закончилась победой, бесчисленные нужды населения могут и должны быть немедленно удовлетворены. Так один из руководителей секретариата Президиума Верховного Совета СССР завершал в начале 46-го года свой годовой отчет. В 46-м году только службы секретариата Президиума Верховного Совета зафиксировали 424 тысячи просьбы в письменных или устных адаптах или в 6 раз больше, чем в 40-м году. Без сомнения, моментом истины для властей в полной мере осознавшийся масштаб протестного потенциала стали выборы Верховного Совета в феврале 46-го года. Эти выборы, естественно, не имели никакого самостоятельного политического значения. Они были частью ритуала, призванного подтвердить так называемый «нерушимый союз партии народа». Он также позволял властям оценить на сотнях тысяч предвыборных собраний состояние общественного мнения, фиксировавшееся в тысячах сводок. Люди не говорили всего, но были подняты многие темы и в сводках систематически приводились задававшиеся вопросы. По сравнению с последним ритуалом такого рода, имевшим место в 37-м году, в начале 37-го года, языки у населения явно развязались. Среди поднимавшихся вопросов, процитируем, «Почему, хотя война закончилась, у нас до сих пор нет права менять работу? Когда нам разрешат вернуться домой?» Советская Конституция гарантирует право на образование. Почему в старших классах школы надо платить, если оборудование считается бесплатным? Что дает государство колхозникам? Почему не увеличивают размер подсобного хозяйства? Некоторые высказывания излучали еще более провокационно. В избирательный бюллетень включает только одну кандидатуру, это нарушение демократии. Государство напрасно тратит средства на выборы, все равно оно проведет тех, кого захочет. Особенно острые критические стрелы были выпущены в адрес начальников, наедавших животы во время войны. Избиратели уделяли повышенное внимание тому, чем занимались кандидаты, предложенные властями военные годы. Сражались ли они на фронте, в каких частях, эвакуировались ли в тыл, провели ли войну в теплом кабинете. Случалось даже, что участники этих предвыборных собраний, на которых фронтовики особенно активно стремились заставить принять боевой опыт в качестве нового источника политической и социальной легитимности, предлагали альтернативные кандидатуры. Многие вопросы касались международного положения, угрозы новой войны, но также и политических и избирательских систем у союзников. Об этом знали немного, но сам факт того, что интересовались этими вопросами, сравнивали и говорили об этом открыто, показывает то, насколько война, и главное то, что многие фронтовики побывали за границей, повлияли на менталитет. Эта удивительная свобода слова чаще всего не доходила до того, чтобы ставить под сомнение политическую систему в тело, и тем более фигуры Сталина и Жукова, окруженные орелом победы. Разочаровавшиеся от украденной победы, разочарование от украденной победы выражалось в острой критике местных бюрократов, хозяйчиков и новых привилегированных сословий. Все обжираются, наедают животы, никто ничего не делает, сидят и только Сталина обманывают. Это замечательное уральского металлурга, приводящееся в документе о настроениях рабочих в Челябинской области с сентября 1947 года. Красноречиво свидетельствует не только о степени поляризации между ними, местной номенклатурой, нами, простой трудовой народ, которая с 30-х годов определяла социальный расклад, но и об очень специфическом и очень традиционном отношении к власти. Сталина обманывают местные работники. Среди других признаков того, что власти называли послевоенное брожение умов, фигурирует возрождение религиозных чувств, которые можно отнести к четвертому из кругов общественного сопротивления, упомянутых выше, а именно к кругу непроницаемости культур, традиций, образа жизни, давно укоренившейся модели общественного и демократического поведения. Яркий пример неподвластности религиозных верований атеистической пропаганды режима это, конечно, очень высокий процент взрослого населения, 57%, которое ответило положительно на вопрос, верующие ли вы, заданные еще во время переписи в январе 1937 года. Этот результат тем более показателен, что ему предшествовали слухи о том, чем рискует тот, кто устно или письменно признается, что верит в Бога в момент, когда за несколько месяцев до начала массовых операций большого террора органы безопасности усилили контроль над населением. Ослабление антирелигиозного давления в ходе войны быстро привело к возвращению религиозных обрядов, церковных браков, крещения новорожденных и взрослых, прошения об открытии церквей. Среди наболее активных просителей было, не без беспокойства отмечалось доклада Совета по делам Русской Православной Церкви, значительное количество ветеранов, инвалидов войны и вдов фронтовиков. Некоторые были особенно настойчивыми вплоть до того, что угрожали властям в случае неисполнения их просьбы, цитирую, сообщить иностранным посольствам, как уважают свободу вероисповедования в СССР. Засуха лета 46-го года послужила в деревнях поводом для многочисленных богослужений, проводившихся на открытом воздухе при большом стечении народа. Все попытки местных властей запретить отправление культа вне церкви наталкивались на протесты верующие. Призак голода, как и всегда в таких случаях, вызвал к жизни апокалиптические слухи и юродивых, таких, как некий Иван Железный, не признававший одежду нищей, в ерегах из колючей проволоки, который в селах Новгородской области выступал перед крестьянами, возвещая о будущем распуске колхозов и о грядущей войне с бывшими союзниками. В отчетах Совета по делам Русской Православной Церкви, очень интересный источник, приводится также масса информации об участии в больших православных праздниках. Пасха, Троица, Рождество, Крещение. В Москве, например, в 34-х столичных церквях вместимостью 120 тысяч человек на пасхальной службе в ночь с 1 на 2 мая 48-го года присутствовали более 300 тысяч верующих. Тоже в Ленинграде 110 тысяч верующих в 10 открытых церквях в городе, в Киеве. В еще одном отчете, датированном 4 февраля 49-го года, о праздновании Рождества и Крещения, проводятся особенно интересные детали о массовых скоплениях верующих по случаю праздника Крещения, который в этот год выпал на рабочий день, в среду 19 января. В Воронеже, например, 15 тысяч человек приняли участие в огромной процессии которая пересекла весь город на пути к чудотворному источнику, находившемуся на берегу реки, где прошел древний обряд водосвятия. В Саратове более 15 тысяч человек из собора отправились крестным ходом на Волгу. Несколько сотен верующих окунулись в ледяную воду. Во льду, покрывшем реку, было по случаю праздников сделано Ярдань, огромная крестообразная купель. Как показало расследование, проведенное по указанию Москвы, Саратовское областное руководство не только разрешило это проявление религиозных чувств, но и приняло все меры для его осуществления. Помогли в проделывании проруби, во льду обеспечили процессию сопротивлением и сотни милиционеров. Итак, в разгар Ждановщины Саратовское дело вновь стало примером силой традиции, которые сопротивлялись всем идеологическим компаниям, периодически устраивающим режимом, но также и примирение местных руководителей с реальностью. Примирение, о котором много раз шла речь в моем докладе, примирение позволившемуся обществу выдержать внешнее давление, а режиму избежать постоянной конфронтации. Столкнувшись с богатой палитрой различной модели поведения, инерции, ухода, нонконформизма, социального неподчинения, сталинский режим научился, безжалостно устраняя самые радикальные формы сопротивления, толерантно относиться к некоторой степени автономии общества. Многие руководители прекрасно осознавали эту ситуацию. Тем не менее, пока Сталин был жив, глубокие преобразования были совсем невозможны, хотя в проектах недостатка не было. Как ни парадоксально, потребовался Аврентий Берия на более информированный в качестве начальника органов безопасности из всех советских руководителей о реальной ситуации в хране, чтобы провести реформы репрессивной системы, освободить в первые недели после смерти Сталина половина заключенных ГУАГа и признать политической ошибкой полицейско-репрессивные методы управления обществом, использовавшиеся на протяжении четверти века. Как ни странно, кончу доклад с Берией, но не для того, чтобы, конечно, его восхвалить, но просто показать, насколько важно было это именно он был самый информированный человек в сталинском обществе о ситуации на местах и насколько, в общем, это перемены начала 1953 года были вызваны вот именно пониманием, насколько общество было, ну, в нем было много проблем, о которых я постарался вам рассказать. Спасибо за внимание. И прежде чем дать возможность задать вопрос, я, как бы, пользуюсь властью модератора и хочу свой вопрос задать, я прошу прощения. Вы в своем докладе затронули как раз ситуацию сегодняшнюю, которая связана с тем, что начали развиваться после распада СССР национальные историографии и сталинский период, советский период стали в этих национальных историографиях трактовать совершенно иначе, чем это было в советскую эпоху. И в связи с этим у меня вопрос. Дело в том, что вот в газете «Наша Нила», если кто-то следит и не только, в последнее время такая разворачивается интересная полемика, характерная, в принципе, для, как бы, восточной Европы, когда белорусы объявляются, ну, как бы, жертвами двух режимов, да, советского режима и, соответственно, сталинского режима. И в связи с этим события Второй мировой войны и те, кто был коллаборантами и так далее, они рассматриваются скорее как герои. И вот в этой полемике, которую начали не историки, эту полемику начали, скажем так, другие люди, скорее, можно так сказать, у меня вопрос. Какое место занимают историки в этой полемике? как сегодня можно выходить вот из этой проблемы с одной стороны становления нации, с другой стороны есть советское общество или было ли оно советским, скажем так, да, есть немецкая оккупация, там, нюрнбергские процессы и так далее. То есть вот сложный набор вопросов для сегодняшней Беларуси, которая настолько разворачивается, что делать, так сказать, с белорусским национализмом, как вписать советскую историю, как связать ее с белорусским национализмом и так далее. Как этот вопрос, на эти вопросы могут историки отвечать? Спасибо, да, это очень интересный и сложный вопрос. На него легче ответить. Вот вчера я был в Киеве, но в Украине намного это проще, потому что, ну, там было все-таки очень сильное националистическое движение, оно все-таки частично сотрудничало с оккупационными властями, участвовало довольно сильно в Голокосте. В Беларуси это более сложно, потому что такого, по-моему, сильного движения националистического не было. Было в гораздо меньшей мере, и поэтому, в общем, когда я говорил о Диком Западе, в сводках МГБ, НКГБ, который очень интересный, там довольно мало надо сказать о Западной Беларуси, там очень много о Западной Украине, о Прибалтике, в Беларуси и в Западной не было такого сопротивления, советизации, сильного сопротивления, как было. Ну, сейчас я понимаю, что насколько вот сложно эта история, я вижу на примере работы вот одной моих аспиранг, который написал диссертацию о советизации Латвии, насколько очень сильная оппозиция между латвийской историографией и даже историографией, ну, западной начинающей, потому что историки не могут согласиться со многими... По-моему, не работают. Историки не могут согласиться со многими априориями, которые выдвигают самые, скажем, экстремистские публицисты прибалтийских государств. вот. Ну, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но, то есть, одно дело это публицистика, другое дело это серьезная работа историков, но надо сказать, что диалог очень сложен между историками Прибалтики, которые развивают точки зрения такой национальной историографии и, скажем, редкими западными историками, которые работают над этим темой. Вы в своем исследовании говорили в основном о примерах из Украины, Москвы, Воронежа, Киева, Саратова. У меня, наверное, вопрос близкий к предыдущему. Знаете ли вы какие-то примеры сопротивления белоруссиям? Очень мало, очень мало, потому что какие, ну, вот в 32-м году в Борисове были волнения рабочие, были почти на уровне тех, которые существовали тогда в Иванове и в Вичуге. Вот. В Белоруссии было мало волнений. Были, нет, я скажу, были, конечно, сопротивления коллективизации. Мы знаем, что в одном 30-м году было около 14-ти тысяч волнений во всем Союзе. Это было опубликовано в наших работах о сборниках документов, я говорю наших, потому что это был совместно русско- русский французский проект, русско-канадский. Это серия «Трагедия советской деревни», пятитомники, советская деревня глазами ВЧК, ГПУ, НКВД. В Беларуси, да, начались, беру пример, вот, сопротивление коллективизации. 14 тысяч по всему Союзу, из них почти половина падает на Украину, в Беларуси в среднем, то есть где-то 400, я не ошибаюсь, и 500 волнений. То есть уровень очень средний, ближе к низкому, ну, потому что, я думаю, это объясняется тем, что в Беларуси было не очень богатое, так сказать, сельское хозяйство, и, в общем, такое чувство, что отбирают, ну, в общем, собственность, оно было гораздо сильнее там, где было более богатое крестьянство, как, например, на Украине, вот, или по Волжье. Значит, Беларуси никогда не было, скажем, эпицентром ни волнений в сельском хозяйстве, ни индустриально, потому что, ну, тоже, вот, есть очень редкие примеры, вот, Борисов, волнения, где-то в марте-апреле 32-го года, волнения во время коллективизации, да. Я еще хотел бы сказать, что вот еще Ирина Романовна, историк, она как раз занимается этим периодом, может дополнить... На самом деле, в общем, уважаемый гость Николай Аверт уже ответил, в общем, на вопрос, ну, на самом деле, можно сказать, что все формы из предложенных, перечисленных, и активные, социальные неподчинения, и согласия, или нонконформизм, и непроницаемость родиться, все это, конечно, имело место. Другое дело, да, что Беларусь на тот момент, это половина Беларуси, еще и западная, мы знаем. И действительно, из наиболее массовых, наиболее активных выступлений, это, конечно, 30-й год весна, и весна 32-го года, опять же, куда попадает и Борисовский бунт. Но здесь же, конечно, имели место вот эти бабские бунты, бабьи бунты, да, и активное выступление против коллективизации, в том числе, такие даже интересные формы, когда население ряда деревень бросало деревню и уходило жить в лес. И вот, значит, фиксируют органы власти, значит, что при проезде по этим деревням не было видно ни одного человека. Все просто снялись. Бабьи бунты. Что? Если можно, я вам расскажу, может быть, попозже или дам отсылку. Все-таки сегодня у нас есть очень редкий гость, уважаемый докладчик, и мы все же дадим слово ему. Нет, бабьи бунты, вот, американский исследователь, который работал вот с Виктором Петровичем Данилом, Линвьева, написала, Линвьева, то есть, Канады, написала целую книжку, в общем, целую книжку написала об этих бабьих бунтах. Ну, крестьяне быстро поняли, что, в общем, репрессии обрушаются больше на мужчин, чем на женщин, и, в общем, действительно, в этих волнениях женщины принимали большую роль по многим причинам, и вот эти бабьи бунты, они были действительно важной формой сопротивления крестьянцев во время коллективизации в последующем году. я слышала это по мнению, это в прессе такие подобные бунты, крестьян, характеризовались как бабьи, вот с этим эпитетом, чтобы понизить, а не старушек, молодые женщины протестуют, якобы ничего серьезного. Да, это тоже, да, конечно. я хотела еще задать такой вопрос, кто, как правило, инспирировал, так сказать, вот эти протесты, если они были, ну, более-менее организованы. Это были протесты в основном с каких-то рабочих слоев, или все-таки какие-то представители интеллигенции, может быть, проводили работу. Понятно. Ну, знаете, опять-таки, я постарался показать, что все-таки больше всего были формы, то есть формы организованной формы протеста, их было мало. Они существовали, ну, вот я дал примеры, ну, когда при, когда старались советизировать Прибалтику, в Западную Украину, да, тогда были, но в основном все-таки формы были неорганизованы. Вот. Мы знаем, что, наверное, в рабочей среде вот последние формы, организованные формы, были где-то в начале 30-х годов, вот, было такое очень интересное исследование американского историка Джеффри Россман о Ивановских бунтах рабочих, где он показывает ну, вот, последних как бы героев рабочего, ну, самостоятельного рабочего движения, которые еще имели такую, как бы, ментальность, ну, они думали, ну, в общем, это люди, которые сражались для, ну, за рабочий контроль, в общем, идея 17-го года, 18-го, вот, и это последние отклики вот этой идеи, вот, где-то в начале 30-х, потом все это угасло, но другие формы неорганизованные, как и часто спонтанные, даже подсознательные, как отказ вот от, ну, уход с предприятий, текучка и так далее, и так далее, все разные формы, о которых я постарался говорить. Значит, организованные, ну, идея, что вот интеллигенция организовала, они какие-то свои представители из интеллигенции организуют рабочий класс, это, ну, это, скажем, практика 19-го века, конца 19-го, начала 20-го, но такого, в общем, на самом деле уже почти не было в период, вот, ну, в 30-е годы, вот, в 20-х еще было, но в 30-х уже фактически не было, то есть организованных движений, ну, по рабочим классе, можно сказать, что фактически они исчезли где-то в начале 30-х годов. я просто хочу, ну, я думаю про то, что не может ли быть связан уровень протестов на территории, скажем, Беларуси, с уровнем вообще развития культуры на этой территории и рефлексии над тем, что сейчас происходит в стране. может ли это быть связано с тем, например, я знаю, что на территории Беларуси зачистки интеллигенции были намного сильнее, чем, скажем, в Украине или в Балтике, скажем, у меня сейчас не приведут цифры, но я читала о том, что в Беларуси интеллигенция была уничтожена больше гораздо. То есть может ли быть связан низкий уровень протестов на этой территории с тем, что нет общей рефлексии какой-то о том, что происходит сейчас и что нужно делать? Да, это есть связь, конечно, но я не уверен, я плохо вообще знаю ситуацию в Беларуси, я больше изучал ее в Украине или в России. В Украине, например, это очевидно, что было сильное национальное движение, национализм в 30-х годах. Например, степень жестокости мер против крестьянства и интеллигенции в начале 30-х годов. Вся полемика вокруг специфики голодомора на Украине, это именно потому, что в Украине было сильное уничтожение национального движения. Для властей, для Сталина Украина представляла намного более опасность, Беларуси. Это очень четко. И понимаете, что происходило в Казахстане. Например, голод в Казахстане пропорционально был намного хуже, чем в Украине. Но там не было политической проблемы. В Украине была политическая проблема. знаменитое письмо Сталина Гагановича 11 августа 1932 года, в котором говорит, мы можем потерять Украину. То есть для него это была проблема. Надо было брать очень жесткие меры. В Беларуси не было проблемой для сталинского руководства. Казахстан не был проблемой. Украина была. Но я согласен с вами, что, конечно, все это взаимосвязано. То есть национальное самосознание, оно, конечно, в основном исходит изначально из интеллигентских кругов, которые, в общем, формулируют это, но потом часть населения это ощущает или не ощущает. мне так кажется. у меня вопрос может быть если социологически взглянуть на то, о чем вы говорили, можно ли анализируя сопротивление сделать вывод о том, куда двигалось общество. Потому что, с одной стороны, мы видим обращение к традиционному укладу, религиозность, община, с другой стороны, элементы демократизации. Люди, хотя, чтобы рабочий день было меньше количества часов, возможно, речь идет просто о разрушении социальных структур, это хищение. Можно ли говорить о какой-то разнонаправленности изменения социального, или все-таки преобладают в какое-то направление. Я сейчас думаю о современных обществах, где мы видим вот эти воссоздания патриаркальных структур, церковь, которая работает на государство. Можно ли какую-то видеть связь с тем, что происходило тогда с формой сопротивления в том числе? Меня поражает именно разгробленность, то есть нет единого направления. Наоборот, в общем, противоречия очень сильны. Я постарался показать, что это не идет в одно русло, что наоборот есть самые традиционные формы, когда можно и с одной стороны в 46-м году вот эти очень интересные выборы в Верховный Совет в том смысле, что можно из этого много получить, понять. Там идут и какие-то демократические требования, и в то же время и у тех же людей, то есть надо понять, что в одном мозгах одного человека есть разные направления, то есть они могут и просить больше свободы слова и думать, что бюрократы Сталина обманывают и идут. Значит, есть самые разные и по-моему суть того, о чем я старался рассказывать, это что именно нет единого направления, что тут разброд умов очень силен, и это и в обществе, и в и в одном взятом человеке, то есть вот, поэтому это очень сложная история, социальная история, потому что именно она не выливается в какое-то определенное оппозиционное направление, и мне кажется, что на примере того, что происходит в постсоветском пространстве, это, конечно, все понятно, то есть мы понимаем, насколько сложно и трудно это провести в одно политическое русло, что тут идут очень сложные процессы, и вот я постарался показать на примере послевоенных лет, потому что именно эти годы они очень интересны, потому что 30-е годы это еще ну это не то общество, что 40-е после того, как люди пережили войну, вышли, имели больший доступ к информации все-таки, хотя из-за того, что более 13 миллионов взрослых были за границей впервые, это очень важный фактор, хотя это было в условиях войны, но тем не менее это имело все-таки большое большой резонанс, и надо сказать, что тут есть замечательный русский историк, вернее, женщина, Елена Зубкова, которая очень много об этом писала, и замечательные книги, вот, и сборники документов о послевоенных лет, о настроениях, о повседневности, послевоенной повседневности, либо ее книги, либо ее сборники документов. У меня возник вопрос, если мы ставим пассивное сопротивление в один ряд с сопротивлением, активным осознанным с определенной догматикой, противопоставлением к существующему режиму, не упускаем ли мы в пассивном сопротивлении то многообразие мотивации, которые двигали люди, когда они нанимались стекуляцией, хищением, я вспомнила сюжет «Золотого теленка», подпольный меня негатив написано, то есть если мы ставим в один ряд активное и массивное сопротивление, не редуцируемое слишком книжки и в статьях я употребляю вот эту фигуру, эти круг, потому что на самом деле нельзя разграничить пассивное и так далее. Если бы у меня была возможность, в общем, это как бы несколько кругов, которые знаете, не один с другим, а они впетляются как-то, то есть есть зоны, где пересечения, конечно, то есть это именно не я постараюсь найти, я тут два-три абзаца не прочитал, вот, что да, тут контуры очень изменяются, и в общем, да, это, конечно, одна из проблем методологических, что именно нельзя сказать, ну, четыре формы, это четыре круга, потому что которые один в другой иногда накладываются, вот, это это очень важно понять, вот именно, как бы, если постараться это графически объяснить, что тут не четыре разные единицы, а именно наклады, потому что формы самые разнообразные, могут сосуществовать разные формы в определенных людях и меняться в зависимости от времени, и это очень вот сложные фигуры, вот, и для этого очень интересный методологический в общем есть исследование ну, не только исследование, но я очень люблю как некоторые историки нацизма, как Детлев Пойкерт, Герат Ботц, Ян Кершу, Мартин Брошат описывают именно для на примере немецкого общества при нацизме вот эти разные формы сопротивления, хотя там конечно они были намного меньше, чем в советском сталинском обществе. Я очень вспомнила где-то добрый сессонаш Золотой Девятой и Петровой потому что там такой миллионер существовал совершенно органично в этом советском обществе. Да, да. принимал определенную позицию и получал зарплату, но при этом существовал в какой-то параллельной реальности. он очень приходилось говорить гармоничные отношения и еще извлекал выгоду. Да, да, это точно. То есть это действительно не потому, что они занимались подпольными делами, что они были против системы. Нет, да, вы точно говорите, то есть это тоже органическая связь с системой. И кстати, у меня вот вопрос в догонку к вопросу Аллы. Какие аспекты советского образа жизни, советизации получали массовую поддержку? То есть или это было там сопротивление разной формы, или все-таки что-то поддерживалось? Если поддерживалось, то что? На что реагировали скорее позитивно? Да, ну, конечно, реагировали очень позитивно, ну, скажем, на все, что касается личное продвижение через систему образования. То есть это, конечно, им был общий консенсус, вот, некоторых слоях населения, именно продвижение, социальная мобильность, да, конечно, потому что надо всегда иметь в виду обе стороны, то есть не только сопротивление, но и консенсус, конечно. Я мог бы читать лекцию о консенсусе тоже, консенсус и был, иначе общество бы не держалось, конечно, только на формах сопротивления. Вот, консенсус был в социальной мобильности, и мы понимаем тоже, что тем дальше шла советская система, тем меньше было мобильности, и это была одна из главных элементов слабости вот этой системы вперед застоя. Всем понятно, что мобильность была реальной, действительно, в 30-х, 40-х, 50-х годах, потом все было меньше и меньше мобильности, и это, конечно, была большая слабость системы в конце ее существования. Получается, что мобильность она тоже за счет чисток осуществлялась. То есть кого-то репрессировали, кто-то мог занять чужое место. Конечно, это еще в 80-х годах очень наверное лучший историк социальной истории Чила Фитцпатрик показала всю важность социальной мобильности вверх и насколько это было важно и насколько чистки действительно освобождали места. Это все поколение Брежнева и подали в те люди, выдвиженцы, которые начали карьеру во второй половине 30-х годов по мере того, как освобождались места. Потом это стало намного сложнее в 70-х и это была существенная разница. Пожалуйста, там вопрос еще был. У меня стояли замечания. Мне кажется, что противление этого сопротивления несколько сомнительное будет заблуждение, потому что из четырех контуров, из четырех типов реакций, которые вы описали, говорить о каком-то осложненной позиции, антисоветской осложненной позиции, сложной. Люди, в общем-то, не выбирали такую позицию, два пункта приявления антисоветской, даже не сложно назвать антиполитизационной. Они приходили в тех мероприятиях, которые проводились в современную инспекцизацию, приводили к тому, к тому, к тому. Теперь мы не стреляли. Это просто одно замечание. Из-за того, что касается тех источников, к которым вы обращаетесь, они тоже дают возможность увидеть это сталинское общество несколько ременов. Оно показывает на то, что репрессивная машина была неэффективна. Она была абсолютно не в состоянии справилась с количеством этих людей, которым она именно такие эфирные практики применяла. То, что все эти дела, большая часть из них как раз таки на самом деле закрывалась, не осуществлялась. А особенно во время войны это было вообще в принципе невозможно. Люди вытекали, утекали, линию скользания было огромное количество. Просто сама по себе эта сталинская законодательная система говорит о том, что у него не было никаких других очагов воздействовать на людей. Говорит о ее беспомощности в первую очередь на политическом е. Нет, я со второй отчасти согласен. То есть действительно машина не справлялась с частью, с частью отклонений это точно. Вот именно я с вами совсем согласен с этим. Я постарался показать насколько например они не могли бороться с массовым бегством и так далее. И с первым замечанием да, конечно я назвал это сопротивление, но на самом деле постарался показать что сопротивление это было только маленькой частью оно существовало, но самое главное были все другие формы неподчинения и так далее, о которых я говорил. Я думаю, что разногласия у нас по-моему нет. Пожалуйста, вопрос. у меня такой немножко наивный вопрос. Я не знаю насколько историю можно прогнозировать. Я сейчас подумала о том, что было бы интересно узнать как вы находите в Беларуси возможно сформировалась за все эти годы какая-то такая генетическая привычка к сознательному протесту, о котором вы сейчас говорили, потому что на постсоветском пространстве в общем-то Украина и Балтика настолько же активна как была в советское время. Что вы думаете по этому поводу? Можете в комментариях? Я не очень люблю термин генетическое, потому что это немножко опасно говорить о генетике, потому что мы знаем насколько можно этим вообще играть и с какими ужасными последствиями. но конечно понятно что в Беларуси другая ситуация чем в других постсоветских некоторых других постсоветских потому что я не говорю о том что происходит в Средней Азии конечно но трудно ответить потому что ну как вам сказать опять-таки в Прибалтике в Украине довольно ясно что происходит для нас ну я не специалист совсем по Беларуси для меня это большая загадка не только для меня для всех ну для многих западных коллег для Беларуси для нас остается большой загадкой значит мы почему ну потому что не совсем понимаем как вы продолжаете существовать в таких условиях но с другой стороны поэтому очень интересно быть в Минске и постараться что-то посмотреть увидеть вот я говорю я 36 лет не был здесь я часто бываю в Москве я вижу не только в Москве в Петербурге в Сибири вот и я вижу конечно разницу даже чисто внешне что вот но тем не менее с экономической точки зрения для меня тоже загадка как все-таки разница в экономическом уровне в России и у нас да ну да и ну в экономической нет именно за счет чего вот экономика продолжает работать вопросов Игоря Кузнецова потом ваши вопросы прежде всего хотелось бы некоторые вопросы они не касаются ни критического отношения почему потому что к сожалению мы очень редко общаемся с западными коллегами ваш приезд в Беларусь это большой событий потому что о встрече по такой теме ну и в таких условиях по подпольных как это говорит о том что к этой теме у нас особо не тренирует на отношения не присутствующих а те которые не дают благоприятных условий для развития этой темы это в качестве лирического ступления дело в том что тот материал который наши западные коллеги мы очень благодарны что как раз не мы были первопроводными именно западные коллеги написали о старинстве мы читали мы действительно об этом не знали сейчас ситуация меня уже немного лет пришлось в России работать поэтому о чем вы говорите мне очень знакомый материал но все-таки я хотел бы призвать и нас наших как говорится историков себя уже не призывает давно я как-то убежден в этом плане и наших коллег которые оперируют материалами не имеют значения белорусским украинском первые мифы которые возникают и они кстати мне кажется присутствуют первый миф вы тоже не первый и наверное не последний нашей истории были надежность информация ГПУ НКВД и так далее я не буду сейчас приводить эту статистику я вам приведу пример по этой теме о которой мы говорили статистика ГПУ восстание по Западной Сибири нынешний на Рыбске бывший на Рыбске край Томска Новосибирская Кемерская Одна цифра написано что в период 1930-1931 полномочным представительством ГПУ по западу правил выявлено и поддавлено 324 нитежа в которых участвовали в общей сложности 6870 человек но всегда мы привыкли к тому что статистика ГПУ не мешается но к сожалению здесь завышено на 25% количество выступлений и завышено на 50% количество участников я не буду говорить причины почему это произошло тут целый комплекс звания вознаграждения масштабной борьбы с контрреволюцией и так далее и очень печально что мы историки воспринимаем архивную информацию как истину столько написало ГПУ столько она есть уважаемые коллеги не верьте ни одному документу ни одному ни 30 ни 20 и не верьте ни одному документу сегодняшний день о наших творческих научных и прочих успехах но мы это все проходили поэтому я призываю всех нас все-таки внимательно относиться чтобы опровергать больше источники чем ссылаться и подтвердать еще одна фраза которую вы сказали по закону 7 августа 32 года и в некоторых случаях променялось высшее веро наказание есть действительно официальная статистика которая говорит вы исключительно редких и отрубует цифровых законов я делаю такой сравнительный анализ по Западной Сибири смертные приговоры по закону 7 августа 32 года о пяти колосках применялись в разных регионах по-разному но в среднем количество расстрелянных было от 35 до 15 процентов поэтому термин иногда наоборот первоначально было написано исключительно мера наказания при смягчающих обстоятельствах 10 лет и вот тоже а там же написано бывало статистики Верховного Совета я тоже не разделяю кстати позицию мемориала международного который сейчас в последние годы стал склоняться в СССР было репрессировано 3 миллиона 200 тысяч человек из них расстреляно 615 вот к чему все это является только оценочным каким-то минимальным но ни в коем случае нельзя сегодня найти цифры но я еще раз хотел бы выразить признательность за вашу огромную проделанную работу вы сделали больше чем наши историки в 70 я хотел бы все-таки вам ответить да проблема с цифрами это действительно очень-очень сложная проблема я в принципе совсем согласен с вами то есть когда я сказал ну вот там точно я почти наизусть я знаю эту цифру потому что много с этим материалом работам там 13700 с чем-то выступления волынок во время ну в 30-м году ну вы совсем правы то есть такую цифру точную это абсурдно вот считать вот там 13000 с чем-то ну это дает скажем какое-то представление о то есть я думаю что важно это то что она раскрывает все-таки масштабы можно стать ну минимальным мы не знаем да ну как минимум но то что вы говорите вот по примеру нарымского края это тоже очень интересно то есть 324 и 6800 но одна цифра унижена другая повышена вот это действительно очень яркий хороший пример то есть я думаю что мы не должны действительно останавливаться только на цифрах а постараться ну определить глобально вот масштабы или но я совсем согласен с вами что конечно их ну надо конечно их комментировать и вот то есть то же самое с цифрами ну большого террора например мы знаем об этом все-таки хорошо писал Арсений Рогинский мне кажется вот когда он делал все эти примечания к пятому дому трагедии советской деревни что конечно считать там очень долго эта цифра была 682 тысячи смертных приговоров за 16 месяцев большого террора на самом деле надо конечно прибавить по крайней мере 15-20 процентов и так далее и так далее да ну то есть хотя бы ну скажем идет научная дискуссия насчет этих цифров нельзя их абсолютизировать но это дает ну как бы минимальную базу но я вообще конечно согласен вашим замечательным ваш вопрос был первый личный сестра моей бабушки была расстреляна в 37 или 38 году за участие в латышской националистической организации она была учительницей мне интересно может быть вы знаете от бабушки ничего не знают может вы знаете там действительно что-то было вот эти организации в деревне на востоке Беларуси они действительно что-то делают против советской власти или так превентивно а второй вопрос общественный вы сказали что Беларусь загажена но тем не менее выглядит как будто далеко не пользуется популярностью в изучении почему-то то есть никто не изучает ну первый вопрос да ну значит ваша бабушка наверное она попала в так называемую латышскую операцию вот это была одна из 12 национальных операций большого террора сестра ее сестра ну вот но мы знаем конечно что все эти дела это были диповые дела что в общем то есть на самом деле они ничем не занимались нет они ничем не занимались ну то есть была может быть какие-то общественные связи община она переписывалась вот это было собирались вместе да собирались вместе это достаточный повод в 37-м году когда сверху спускалась указ о латышской операции чтобы найти надо было найти несколько тысяч вот людей которые бы пошли под эту операцию ну вот значит наверное было какое-то агентурное минимальное дело учет разной степени было учета агентурное дело это было достаточно чтобы попасть под эту операцию и как мы знаем особенно национальные операции процент приговоренных к смерти был очень высокий достигал до 70-80 процентов выше чем для кулацкой так называемой кулацкой операции значит это как бы классический пример никакой конечно организации она наверное не возглавляла и не участвовала никакой насчет насчет изучения Белоруссии да это действительно большая проблема но надо сказать знаете что у нас все-таки во франции не говорю у нас очень мало специалистов но в западной европе все-таки тоже не так уж много по советскому союзу и действительно да очень мало кто занимается Белоруссией я тоже как бы отошел от этого потому что свою диссертацию я писал о Минске но тогда вы понимаете в 70-е годы мало документов и я не мог писать о советском периоде я писал о Минске и Белоруссии в начале 20-го века доходя до 17-го года но это было 70-е годы это очень давно тогда не было никакого доступа почти минимальный доступ к архивам но действительно я только могу согласиться с вами что увы почти нет специалистов занимающихся историей Белоруссии в 20-м веке я бы не сказал на западе но во Франции я не знаю никаким пожалуйста еще там дополнить с тем что вопрос разницы вас везет только редки у меня с фронтом почти возник вопрос почему мы не состоим в черных левом Мелоруссии вы готовы хотя бы предисловить как специалист я готов выступить с такой инициативой кто захочет принять участие в этом давайте будем считать что наша встреча будет этапом развития нашего сотрудничества хорошо предисловие готов но надо найти участников теперь это не так просто вопросы пожалуйста Ирина Ильич во первых я бы хотела сказать что для нас историков категория сопротивления очень полезная она позволяет нам увидеть общество может быть она спорная конечно классификация то есть можно все это обсуждать но мы видим активное общество действующее общество но вопрос я хотела свой задать по поводу сводок я тоже просмотрела некоторое количество правда в Минском архиве в Национальном архиве и у меня в связи с этим вопрос почему с вашей точки зрения почему в этих сводках совершенно не встречается того что антисоветское клинические высказывания касающиеся лично Сталина то есть мы видим большое количество высказываний относительно Ленина и особенно по поводу смерти Ленина но про Сталина практически не встречается абсолютно может быть власти которые составляли эти сводки просто боялись фиксировать ведь невозможно же допустить того что никто никогда про Сталина никому на ушко ничего не сказал тем более что другие скажем источники это политические частушки анекдоты сколько угодно остались а про Сталина нет чем мы это объясним да совсем точно да я сейчас стараюсь думать видел ли я сводку с проклинанием Сталина нет не видел да точно мы знаем через косвенные вот частушки как вы говорите анекдоты да но я думаю что отношение к Сталину все-таки есть два очень разных этапа все-таки до середины войны мы знаем особенно в 30-х годах отношение было не только лично но к системе все-таки фундаментально негативно после войны стало к Сталину вот лично лучше да это правда что в источниках в общем против самого Сталина действительно нет наверное во всяком случае во второй половине 30-х годов может быть даже раньше боялись упомянуть если можно я позволю себе процитировать одну свою информантку интервью было меня очень интересовало отношение к Сталину когда я разговаривала с очень старой бабушкой в которой вся семья была репрессирована она сама уже довольно взрослая вернулась в Беларусь я у нее спрашивала а Сталин как он жилось при Сталине она естественно активизировала все положенные штампы при Сталине порядка было больше Сталин выиграл войну Сталина на вас нету я не получила ничего чего хотела вы знаете спрашиваю а Крущев и она мне отвечает тоже был собака добрый то есть вот но тем не менее да да поэтому по поводу упоминания товарища Сталина значит действительно сводков нет но если открыть архивно-следственные дела обвинение даже те которые выборочно читал с какой целью вы готовили покушение на товарища Сталина и так далее покушение да 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 все это было а там эта цензура такая же выпушная была нельзя такие вещи как же в районе допустили высказывание еще сводка идет через партийный орган поэтому здесь есть объяснение так вопросы еще я думаю что мы два часа да первый час мы слушали рассказ такой панорамный рассказ о том что происходило в советском обществе я думаю даже для тех кто более-менее знает материал в какой-то степени лишний раз мы убедились в том что многие картины советского общества они довольно стереотипны да и сегодня мы опять возвращаемся к прошлому и задаем вопрос мы задавали в 80-е в 90-е в 2000-е и это вопрос о том как как мы воспринимали как тогда воспринимали советское как сегодня мы воспринимаем его что мы можем сегодня о нем сказать что о нем тогда говорили как появляются новые новые совершенно вещи как например вот наш белорусский национализм в рамках которого мы пытаемся теперь опять все переработать и что-то понять и в этом смысле еще что важно все-таки я думаю и Николай Верт и в общем-то в своих работах всегда раздевал такую точку зрения что вот историк пытается описать и в меньшей степени выносить оценки да это такой вот очень сложный момент потому что когда мы сюда шли мы рассказывали о том что вы вернулись с конференции по Голодомуру в Киеве посвященной Голодомуру и вы знаете ключевой вопрос геноцид или нет да и что происходило в Беларуси в Сталинскую эпоху как это можно оценивать и вот как раз это область значения оценок одна одна из самых спорных да я думаю что нам еще предстоит только вырабатывать да какие-то вещи чтобы может быть рассказывать об этом так чтобы не обострять общественные конфликты а скорее пытаться разрешать их каким-то образом да да и знаете ну теперь я много работаю над вопросом Голода не только в Украине но в России но я ну меня спрашивают да ну был геноцид был геноцид знаете сперва давайте установим постараться установим факты потом дадим эти факты юристам пусть они работают с этими потому что я думаю что это действительно не работа историка юридический ну скажем оформлять удостоверять давать юридическую оценку массовым преступлениям разных режимов и небольшой север и давайте поблагодарим нашего гостя спасибо 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 всем большое спасибо Продолжение следует...